Доброе утро, кто смотрит это видео. Всем здравствуйте, кто зашел на мой канал. Март месяц, весна пришла. У кого-то она в самом разгаре, но у нас еще вот пока в таком виде. Всех поздравляю с весной. Всем теплых денечков, исполнения ваших мечт. А у нас пока вот такая весна. Но огорчаться нечего. Пойду-ка я. Очень уж захотелось тортика. И пойду я посмотрю, какие тортики сейчас печет сладкий дом. Хотя, может быть, его уже у нас нет на рынке в Новосибирске. Я имею в виду по производству тортиков. Может быть, эта компания уже и закрылась. Но пойду схожу. Решили с Сашей купить торт. И порадовать то, что весна пришла. У нас проспект Держинского очень длинный. Это идет дорога на золотую горку. А вот здесь был сладкий дом. А теперь смотрю, Татьянин двор. Это ли компания? Не это. Но и Пэма Маев какой-то. Зайду все же посмотрю. А раньше здесь был сладкий дом. Тортики неплохие, так как я вообще работала в этой компании. Зайду, посмотрю. Но именно птичье молоко. Тортик это вот в Татьянином дворе. Он называется... Как он называется? Гусарский. Поэтому мы будем пробовать этой компанией тортик. Раз сладкого дома здесь нет. Выглядит вообще нормально. Хорошо даже. Сегодняшнее число. Идем дальше. Еще раз покажу эту кондитерскую. Татьянин двор проспект Держинского, 71. Девочки очень работают любезно здесь. И показали, и рассказали. Ассортимент у них тоже большой. Я уж не стала напрягать их. Ходить по витринам и снимать. Но вы можете сами ознакомиться с ассортиментом этой кондитерской фабрики. Довольно таки прилично. Печенье там есть, пирожное. Так что заходите, выбирайте. Кушайте, пробуйте. Вот хочу сказать. Ну что за невежество. Пешеходная дорога, да. Стала Газель. Вот как, скажите, пройти. Даже номер сейчас ее специально покажу вам. 242, Газель. Вот придется теперь искать себе дорогу. Проходить вот, наверное, здесь. Вот это такое, я считаю, неуважение. То ли это в безуманию машина пришла, то ли еще фиг знает куда. Вот, все люди делают крюк. Хотя машина, ну, не вправе стоять, конечно, на пешеходной территории. Сейчас мы с этой стороны посмотрим. Вот дядечка сейчас пошел по снегу лезть. А, ну это да. Это, наверное, пиво привезли. Замечательно. Обеденное время. И, конечно, вот эта именно часть проспекта Держинского очень сильно загружена. Очень сильно, потому что в Каменке там отстроили Олимпийский. И народ туда очень много едет. И вообще здесь развязка на Волочаевку. И дорога в Каменку, повторюсь. Ну, в общем, здесь очень сложно летом ездить. А сейчас, конечно, снег идет. Дороги, конечно, под снегом. И транспорта, естественно, много. Хотите бензин посмотреть, сколько у нас в Новосибирске стоит? Вот 47,25,95, 92,42,90. Почти 43 рубля. К чему надо готовиться. Скорой очень тяжело проезжать, обгонять. Она несется по трамвайным рельсам, которые были. Сейчас здесь с трамвая не ходят. Вот это и есть птичье молоко. Просто по-другому оно выглядит. Видишь, розочки понаделали. Ну, давай посмотрим в разрезе. Вон, какой раз ты разрезал уже. Вот разрез птичьего молока. Сейчас мы попробуем. Я уже дома. Так что сейчас будем чаевничать. Сегодня приготовила винегрет. Не очень его уважаю. Но изредка готовить надо. Да и капусту спасать надо соленую. Не добавляла никогда зеленый лук. А тут добавила. Получился очень красивый. Нарядный прям винегрет. Вот такой базар-вокзал у меня творится на кухне. Это же как надо. Какой надо быть хозяйке. Вот так все в кухне иметь. Все вытащено из холодильника. Холодильник сам посередине стоит. Вытащила все. Размораживаю. Не понимаю, почему скапливается вот здесь. Вот здесь лед скапливается. Вот это в дырку ничего сюда не протекает. Ну вот и все. После небольших усилий помыла холодильник. Поставила его на место. Почему там стекает вода, мне непонятно. На полу вот здесь прям даже образовалось пятно. Но у нас скоро будет ремонт. Все мы это сделаем, поправим. Но с холодильником я справилась. Всем спасибо за просмотр. До новых встреч!